дорогие друзья товарищи всем здравствуйте с вами редакция добрый вечер я диспетчер трибун дмитрий виктория и сегодня мы будем с вами и друг с другом сейчас на разные интересные темы в принципе мы хотим сделать такой разговорный общительный болтательный формат где мы будем обсуждать чего антиактуального но вы будете потом с нами это делать в комментариях сегодня у нас первая тема так же очень важно вообще это важно что даже расчехляем фолианты сейчас анализа марксистского до завезут так что даже глава министерства иностранных дел господин лавров так так поднял эту тему так на встрече вы дожди я позволю угадать значит глобальное потепление вопрос атомного разоружения это глобального прям очень важные которые мог бы лавров поднять ну что еще что уже достаточно так так вот так между масштаб прямо и определились с масштабом так сергей лавров встреча с главой мид армении так поднял важный вопрос так точнее задал его так рада это было до встречи к неофициальной части ну не томи ну-ну-ну-ну-ну знаешь как бы вместо того чтобы спросить подчетом у вас вот туда вот с этим вот глобальным потеплением или чё там с экономик начнет сергей лавров сидит издать важный вопрос смотря в телефон а у вас квадроберы есть если найдут тогда мы идем к вам говорит есть это какой-то уж и глава мид армении говорит мы слышали у нас нет сейчас сейчас прям прям цитаточка будет все пережила русь и нашествие татаро-монголов и смутные времена и войну и войну 1812 года значит вторжение наполеона и гражданскую войну и русско-японскую и две революции великую отечественную но не смогла пережить квадроберов взял такой вообще вся вот эта история с квадроберами она очень уместно укладывается в борьбу за традиционные ценности нашего государства концепция потому что ты знаешь и всяких разных каких-то факторов которые очень мешают установлению традиционных ценностей все время появляется дана как следствие высокой высокому деторождению то вот основная же цель в виде внедрения традиционных ценностей чтобы русские так сказать вспомнили кто они такие вспомнили свои исконно-посконные традиции а именно традицию патриархальной семьи многодетной семьи и как начали нам тут рабочую силу на рынок клепать как начали так вот во имя всего вот этого надо значит бороться со всем вот этим вот европейским сатанинским вот эти вот да но насколько я знаю квадроберов придумал это японский японец в общем не с этим тоже надо значит бороться с японцами со всеми будем бороться кто мешает установлению традиционных ценностей нашим поэтому в целом эта тема час достаточно такая уместная и мне бы хотелось бы судить с тобой традиционные ценности то что мешает установление традиционных ценностей в общем да и как же нам добиться того чтобы наша россия она так сказать вернулась в лона этого самого ну смотрите да я позволь поискать и был ролик до свое время про традиционные ценности помню а шо же это за зверь такой вот и но я позволь себя начать ну я ну такой наверное чек занудный ну первый вполне актуальный вопрос что такое традиционные ценности и будем уже разбираться что такое ценности что такое традиционные насколько они традиционны но мы должны понимать очень простую вещь как марксисты ленинцы в общем так вот знаете есть некоторым образом у каждой формации есть некоторым образом организованный базис и в рамках этого организованного базиса формируется некая надстройка которая включает в себя понятие морали нравственности и вот как бы ну этих неких общественных ценностей то есть они как бы взаимосвязаны ну то есть типа а есть ценности присущей феодальной формации там рабовладельческой капиталистической там соответственно социалистической тогда и понимаете и они немножечко разные то есть сам тезис о том что исконно-посконно есть какие-то ценности которые на протяжении тысячелетней руси никак не менялись и не трансформировались это все мягко говоря бред что это означает это означает что наша самая лучшая богоспасаемая власть в какой-то момент села и сказала вот это 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 мы будем называть традиционными ценностями мы так посчитали мы так решили вот это есть традиционные ценности имеют ли они отношения к традициям вообще не принципиально да ну к ценностям наверное имеют душ это ценности для общества да какие-то ну опять же тоже большой вопрос ибо ибо какие-то вот эти вот вещи они цены в рамках той или иной формации там рыцарская честь какая-нибудь ну что-то вот при рабовладении и и не завезли поэтому вот так то так это первый первая мысль вот а вторая мысль она связана с тем что многие из этих традиционных ценностей они взяты из российской империи ну мы же понятно мышь как бы вот пытаемся вернуться 19 век очень усиленно не получается может там страна аграрная мы ее еще до такого состояния не не разрушили у нас там советский период там промышленность какая-то была и есть и мы как-то ее там что-то с ней делаем чтобы она но очень хочется туда вот земле поближе 89 процентов населения крестьян там отсутствие медицины образования для большинства населения сословность очень туда хочется там булкой хрустит хорошо там все-таки благородный белые офицеры все значит скачут за царя батюшку сражаются хочется очень туда но проблема вся в том что мы не российской империи и мы это часто говорим и переложить ценности которые экономический уклад российской империи породил например как там многодетная семья хоть это тоже под большим вопросом в разные периоды в российской империи по-разному было про многодетную крестьянскую семью на современность это как натянуть сову на лоб я очень постарался коротко вот вот так то есть как мы часто говорим зачем в российской империи крестьянскому населению нужно было рожать много детей ну потому что надо их вон в поле выпустить пусть пашут пусть так сказать помогают взрослым а на сегодняшний момент дети это во первых ответственность во вторых очень тяжелая нагрузка прежде всего финансовая это уже так сказать не выгоды какие-то сулит не вложение так сказать узел из бонусы то есть издержки исключительно и когда власть говорит а давайте вот общество отвечает а давайте не вот ну идут все вполне логично что и мы должны еще понимать в российской империи некоторым образом медицины не завезли сельскую местность если мне память не изменяет 70-е годы 19 века другой статистике я не помню там что-то один земский врач на 80 тысяч населения здравствуйте так вот кстати относительно вот этой темы наверное вот отсюда именно ноги растут вот этом законопроекте который все активно обсуждается запрете аборта в частных клиниках то есть надо возможность населения обращаться доктора снизить настолько чтобы они начали рожать как тогда ну так вот я как бы к чему я вел так потому что так как один земский врач на 80 тысяч населения детская смертность чудовищного там размера это означает что если ты до родила 12 детей то из них в лучшем случае 3 дожили там до какого-то и и вот поэтому ну сейчас это может цинично прозвучит ну рожали запасом и это было именно так и потому что женщина очень хотела рожать запасами потому что условия жизни были такие по-другому это не работало и почему эти очевидные вещи вполне понятны людям на каком-то ну простом уровне разбирающимся абсолютно непонятное ну ладно правительство она вполне конкретной цели преследует они непонятны тем кто из представителей обычной общественности это поддерживают небольшой вопросик вопросик такой большой как неотъемлемая часть традиционных ценностей все мы с вами знаем семья реально очень древнючий институт она существует вот давайте будем говорить с каких-нибудь там неандертальцев и кроманьольцев то есть ей там 45 60 тысяч лет там привет институту семьи да но проблема вся в том что в условиях капиталистического общества которое по сравнению там с бэкграундом 45 60 тысяч лет капитализму сколько ну 400 там ну ну давайте 500 возьмем это настолько как бы несущественно да но в условиях капитализма и развитие производственных сил до производства новых производственных отношений вся вот эта вот история семья раньше нужна была для выживания потому что мужчина женщина и и детеныш их ну там или какое-то количество детенышей выжить по отдельности тупо не могли при капитализме уровень всего медицины там так далее так далее позволяет существовать вне рамок семьи то есть человек самостоятельно без семьи выжить может и это тот же объективный факт как который имеет место просто быть отрицать его мы сейчас мы сейчас не переходим в полемику там плохо ли хорошо что институт семьи переживает там кризис просто говорим это как о некой о неких причинах и о факте причины такие до переживает переживает потому что потому что в условиях капитализма отдельно взятый человек без создания семьи как биологическая единица выжить может но и вместо того чтобы создать какие-то бонусы для тех людей которые все-таки решили создать семью завести детей у меня такое ощущение что вся эта история движется в каком-то обратном направлении ну давайте обсудим какие-то ключевые новости там ключевые нововведения которые обсуждают государство отдельные чиновники сейчас средства массовой информации значит первый тренд вот последнюю неделю обсуждается это ведение налога на бездетных семей это прекрасно это просто вот лучший выстрел в колено который государство сейчас может совершить себе традиционным ценностям и перспективным семьям так и не образованным потому что значит вот телевидение сейчас говорят а мы знаем что когда начинает гореть по телевидению лечет говорят особенно массово для того что прошу прошупать общественное мнение значит заявляют надо как-то бороться с теми семьями молодыми которые значит живут себе в удовольствие на детей не заводят давайте введем налог на бездетность причем нормальный такой налог на бездетность там обсуждают сейчас разные да это в год или в день в месяц наверное в ежемесячный я не знаю да какой бы он ни был даже если он будет на уровне мрот даже если он будет 12 13 тысяч на уровне регионов это вообще на самом деле несущественно потому что у нас средние доходы у населения опять же от региона к региону но то есть мы не берем москву московскую область и санкт-петербург то по в целом по провинции так скажем внутри 40 тысяч средний западом до 50 может быть опять же да средняя заработная плата что такое эти главврач и санитарка вот найди между ними средняя даже если будет вот этот налог на бездетные семьи в размере мрота 12 13 тысяч раз и тут все равно не подъемная сумма до пони ведет это к чему кстати вот если бы у нас как раз был хороший средний достаток люди могли бы себе позволить платить налог на бездетность не было платили может быть и я чтобы не запаривались но так как у нас достаточно бедное население в целом массово то этот налог является тяжелым бременем к чему он приведет в первую очередь к разводам потому что они не будут заключать браки ну а если они уже заключили брак они тупо разведутся и будут жить так называемым сожительством да все равно классный мер вот замечательный вот вы когда предлагаете вот приходят эксперты вы знаете разные всякие том числе депутат сейчас это обсуждают вот вы когда приходите на телевидение или выступаете с трибуна государственной думы начинает что-то такое нести но сначала сядьте подумайте пропишите все издержки допустим в перспективе принятого законопроекта а после этого пусть вы как вы уже издержки обдумали вы выходите говорите чет там гражданам и коллегам я им знаете все сейчас я тут это у нас понятно только наверное местные представители правоохранительных органов смотрят ну типа из которой к власти относится так или иначе у меня им совет смотрите нужен следующий этап после налога на этот у нас значит семьи без детей они разводятся в загсе понятно все остальные в судебном порядке госпошлину 100000 следующий этап так как люди побегут разводиться надо запретить им разводиться то есть усложнить процедуру что любой развод только через суд сейчас пошлина на развод по моему 5000 уже ну то есть загнать людей вот в такие рамочки чтобы они такие цвет 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 возьмите на вооружение все можно дойти до абсурда надо знать установить какую-то градацию ты например до 28 лет если не женишься или замуж не выйдешь тоже плати налог дом не создал ячейку общества налог не родил в этой ячейке общества ребенка хочешь развестись госпошлина высоченная прекрасно то есть вот эта история когда вы пытаетесь стимулировать рождаемость не какими-то плюшками запретами не какими-то льготами а исключительно какими-то запретительными мерами но вы к чему приведете так тому что люди будут делать всего просто все максимально чтобы избежать этой ответственности чтобы уйти от налога этого на бездетность серые схемы будут разные придумывать ну и так далее все у нас русский человек узнаете ли русские имеют так целом россияне на он очень смекалка придумать да 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 ну и соответственно это тут сразу вспоминаются слова этой мизулины старшей что запреты есть на самом деле действительная свобода котеечку подвезли да да она прям в шоке от традиционных ценностей да значит ладно налог на бездетность придумали какие как бы с ним сказали уже про причем вот ну что касается следующего от этого условного нововведения то он уже прямо на высоких уровнях обсуждать поможет даже законопроект готов к вам даже уже внесен это вот это вот значит отмена аборта в частных клиниках ну то есть доктора в частных клиниках не могут проводить процедуру абортов женщина должна обязательно идти государственную поликлинику потому что там есть целая процедура разработанная а уже давно разработана но они там не старые акушерские показатели нет там сейчас интересный трется там сейчас интересная история что во первых женщина дают по-моему 30 дней на подумать она нужна должна обязательно посетить государственного психолога при поликлинике гинекологической который проведет с ней работу попытается убедить ее не делать аборт и так далее только после этого если вот она прям до настойчиво ей в государственной клинике сделать аборт ну естественно аборты по медпоказаниям они тоже сохраняют я просто как бы не в материале а если женщину простите изнасиловали и это ребенок от насильника вся эта процедура прекрасно сохраняется помимо я думаю абортов по медицинским показаниям она обязана пройти вот этот вот круг там никаких исключений не предусмотрено и вы понимаете тоже интересная ситуация к чему это приводит давайте это вот как с историей о введении налога на бездетность когда вы вводите налог на бездетность в условиях высоких доходов это один разговор в данной ситуации когда вы отменяете возможность сделать аборт в частной клинике вы должны предоставить хорошую качественную альтернативу женщине то есть она должна понимать что да я пойду делать аборт допустим государственной клинике и там хорошее качество услуг там безопасно для здоровья прежде всего вся эта история это первый момент второй момент ну у нас фактически сейчас ограничено будет если этот законопроект будет принят совершенно свободное право женщины распоряжаться своим организмом делать выбор хочет она ребенка не хочет вообще не важно по каким причинам она забеременела но вот неважно не предохранялись изнасиловали я не знаю масса может быть причин но это все касается исключительно тела женщины и все больше вообще никого у нас пока на законодательном уровне эмбрион еще не признан полноправным человеком хотя от у нас церковники уже тоже говорят надо надо признать надо значит говорят говорят уже и депутаты говорят и все все консерваторы говорят нужно мне ты скинешь мне прям я ждал этого момента говорят очень активно а уже говорят да скинь пожалуйста то что нужно вот эти рамки раздвинуть временные чтобы не с момента рождения у нас ребенок считался ребенок считался полноправным членом общества а с момента возникновения эмбриона это вот все вот эти разговоры идут вот параллельно с отменой аборта в частных клиниках. Сейчас, подождите, я сейчас уточню просто один вопрос. Чего они хотят-то? Они хотят признать его объектом уголовного посягательства? Да, да. Да-да-да. Что это убийство фактически? Если врач берётся делать аборт? Скинь мне. Это всё. Гиря до полу дошла. Что раньше, когда я учился, были очень чёткие, ну то есть понятно в рамках уголовного права, вопрос очень актуальный, были чёткие именно кушерские показатели, с какого момента рождённый ребёнок считается объектом уголовного посягательства может являться. И там, я могу сейчас наврать, но они были такие, значит, там должна быть, ребёнок должен, понятно, его уже достали, у него должна быть отделена от тела плацента, и ну вот матери должен быть отделён, понятно, и он должен начать дышать. Ну то есть там ему прочистили лёгкие, лёгкие начинают раскрываться, он делает какое-то количество вздохов. С этого момента он считается вот объектом уголовного посягательства. Ну очень чётко, ну понятно, уголовный закон, тут давайте будем... Статья 105, здравствуйте, очень такая непростая. Да и к чему вся эта история ведёт? Да, вот как я сказала, во-первых, у нас... Вот я, честно, я не возьмусь говорить за Москву и Санкт-Петербург, но по провинции, если посмотреть, особенно если не брать в учёт областные центры, хотя иногда и если их брать в учёт, у нас страшнейшим образом разрушена система здравоохранения, в частности гинекология. Страшнейшим образом разрушена. Я не знаю, кем нужно быть, вот насколько нужно действительно иметь такую потребность, чтобы пойти в государственную поликлинику и лечь на это железное кресло и дать возможность сделать аборт. Потому что вот именно уровень развитости технологий в государственных поликлиниках в регионах областные центры не беру. Желают лучше. Ну, мягко говоря. Да. Я просто как бы посещаю гинеколога в государственной поликлинике нашей небольшого города. Ну, это страшно. Это вот эти вот железные, знаете, вот эти вот все вот ещё инструменты Советского Союза оставшиеся, когда не было такого уровня технологий, как сейчас. Это реально страшно. То есть они хотят всех женщин заставить пройти через вот эти учреждения. Это первый момент. Второй момент. А вы всё точно рассчитали? У вас система здравоохранения потянет всех этих женщин, которые придут к вам на аборт? Я тут добавлю, ну, я думаю, всем понятно. Хотя мне кажется, никто не считал, честно. Почему я тут особо как бы молчу? Ну, потому что я с этой историей не очень знаком, потому что я мужчина. Но я как бы как юрист могу ещё один момент очень интересный здесь отметить. Это криминальный аборт, нелегальная абортация. Сто процентов. Мы можем посмотреть, что всегда вот этот тренд в истории во всех ситуациях. Он закономерно порождал. Когда ограничивали возможность делать аборт, даже в Советском Союзе, когда был введён запрет на аборты, он значительно влиял на статистику и вырастало число нелегальных абортов, сделанных подпольно. У нас уголовная ответственность есть. Сейчас я вот не помню. За нелегальные аборты? Не знаю. Надо посмотреть. Если нет, надо её ввести, кстати. Правительство обязательно. Если нет, то введите или санкции ужесточите. Это я вам советы даю, как вот гайки ещё сильнее закрутить. И вот это как раз влияет на то, что у вас эта женщина не родит больше вообще. Ну, или как бы в высокая степень. Очень высокая. Все эти нелегальные аборты, конечно, сделанные где-то подпольно, они несут огромные риски для женского здоровья. То есть вы тут опять же сыграете, честно говоря, по-моему, против себя полностью. Ну и это просто вот последнее. Вот я публиковала, по-моему, сейчас в Телеграм-канале точно, на трибуне, не помню, вышел ролик у «Русской общины». Здесь очень важно сейчас подчеркнуть. Это был ролик, опубликованный в Телеграм-канале «Русская община». На ролике изображены российские военные. В окопе сидят там четыре человека, которые говорят определенный текст. Так как они все в масках, очень сложно понять, они точно этот текст говорят или нет. Тут показательно, что «Русская община» опубликовала этот ролик с соответствующими комментариями. Вот, мол, русские воины, которые выступают за запрет абортов и призывают наказывать врачей, которые эти аборты делают. И там, если ролик включить, действительно, четыре российских военных, да, дословно говорят, вот вы убиваете русских детей, пока мы здесь, значит, защищаем родину, мы, это врачи-убийцы. Так говорят, да? Врачи-убийцы. Да, мы вернемся, и мы заставим их ответить за убийство русских детей. Мы просим Государственную Думу депутатов как-то ускорить процесс принятия законопроекта об отмене возможности делать аборт в частных клиниках. То есть пропускать все только через вот этот государственный коридор. И, значит, «Русская община» это публикует с призывами всех подписчиков писать депутатам, чтобы как-то вот, в общем, поднять общественный шумих по этому поводу, и чтобы этот вопрос обсуждался более активно, и законопроект принимался быстрее. Ну, если позволишь, я это... Да, у меня просто даже слов нет совсем. Ну, скажем так, ну, мы с вами должны понимать, что, ну, как бы тут такая вот тоненькая материя, но первое, что мы должны понимать, вот я просто внимательно по этому слушал, я его, по-моему, смотрел, ну, я как бы вот как юрист, там, значит, формулировки очень важны, «Что ты конкретно говоришь?» Вот, значит, первый момент. Врачи-убийцы... Ой, ребята, очень интересная история. У нас даже в действующем уголовно-процессуальном кодексе есть такие понятия, как обвиняемый, подозреваемый, подсудный. Презумпция невиновности еще. Ясно, понятно, да. Говорить человеку, что он убийца без... Или даже в социальной группе, я бы сказала. Без, соответственно, как это... вступившего в законную силу решения суда, ну, простите, это как-то говорят, простите, в цивилизованном обществе, это важно подчеркнуть два раза, в цивилизованном обществе, говорят, не принято. Это первый момент. А второй момент, он еще более интересный. Когда военные, которые находятся на... ну, в непосредственном взаимодействии с противником, которые наносят противнику урон, его людской силе, то есть, другими словами, убивают людей, сообщают кому-то, что они приедут и с ними разберутся, у меня большой вопрос, а это ли не угроза? Потому что, ну, мы все понимаем, что угроза должна быть реальной, то есть, это требование действующего законодательства, вполне логично, что оно должно существовать не в голове того, кого угрожают, а в объективной действительности. Так вот, что-то мне подсказывает, что человек с оружием, который находится на фронте, когда говорит, я приеду и с вами разберусь, ну, тут могут быть вопросики. Подводя итог, ситуация, мягко говоря, меня пугает чем? Меня очень много, что напрягает в том, что происходит, потому что по совокупности мы как-то из каких-то общечеловеческих цивилизационных установок немножечко смещаемся к феодализму. Прям вот, прям, вот, прям, прям не резко, но мы переходим вот в условия, когда правоохранительная система говорит, что, знаете, что вот у нас есть законы, у нас есть свод законов Российской империи, вот там уголовные наказания какие-то, все, ну, понимаете, но дотянуться и порешать все проблемы в огромной Российской империи мы не можем. Поэтому есть ряд аспектов, которые, ну, вы сами там порешаете по старым добрым обычаям и традициям, вот, то есть неправовыми методами. И вот то, что мы движемся в этом направлении, меня прям крайне напрягает. Я еще хотела сказать пару слов по поводу вот этого ролика с военными, что, во-первых, у нас еще не принят этот закон из-за претия аборта в частных клиниках, поэтому де-факто это никакие не врачи, не убийцы, это врачи, которые исполняют свой долг. То есть есть женщина, у которой может быть медицинские показания, или просто она не понимает, что она не потянет материально, финансово никак этого ребенка. И чтобы не поводить нищету, она приходит сделать аборт, и они делают ей аборт. То есть они с юридической точки зрения никакого преступления не совершают. Вы же их называете преступниками. Ну вот, кстати, я тоже это хотел сказать, но забыл, умничка, что ты этот момент добавил. Это тоже принципиально. Это первый момент. И второй момент, я вот не знаю, просто многие посмотрите, если по комментариям в разных телеграм-каналах, которые оставляли люди под этими видео, очень многие говорят, что те солдаты, которые на видео, ну это явно ребята не спиритка. Ну то есть чистое оружие, такая, значит, прям чистая, новая как будто одежда. То есть совершенно не похоже, что это вот реально ребята, которые сейчас, простите, жопу рвут за родину. Вот. И вообще вопрос, насколько это реальное видео, подставное или нет. Но тут сам вопрос, что русская община его публикует, как реальное видео, с реальной подписью, с реальными призывами. Тут вопрос к публикующему прежде всего. Разобраться, а фейк не фейк? То есть тоже вопросики, да? Нет, там нет вопросиков. Там есть повесточка, они отрабатывают равными способами. Да, да. И тоже совокупность новостей, вот как раз с чего мы начали, по поводу квадроберов. На что в основном-то пеняют? Как это ни странно, квадроберов тоже умудрились связать с рождаемостью. У нас просто по сценическому нашему пониманию должно закольцеваться, от чего пришли туда и вернулись. Да. Я бы пошутил, как у добрых христиан, но не будем. Так. Нормальные, кстати, литературные колеси. Да, да. Оно, да. Оно прям... Нормальный художественный приём. Зазернись, зазернись в катарсе. Да. Значит, квадроберы. Что там с квадроберами? И как они влияют на рождаемость. Так. Понимаете, дело в том, что эти квадроберы, они растут-то неправильными. То есть, проводят параллели с фурией, наверное, они запрещены или нет. Пусть будут запрещены на всякий случай, признаны экстремистами, террористами. Да, 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 да. В Соединённых Штатах Америки. Что вот, мол, в СМИ говорят, чиновники говорят, что вот эти вот фури, значительный процент людей в этом движении, они принадлежат к нетрадиционным сексуальным... К ЛГБТ-сообществу, признанным экстремистским, террористским, запрещено в Российской Федерации. И предпочитать нетрадиционные сексуальные отношения. Афурия очень похожа на квадроберов. До степени смешения, да. Значит, и квадроберы тоже им будут свойственны нетрадиционные сексуальные отношения, а значит, что они не будут строить традиционную и чайку общества, и рожать детей, соответственно. Вот. Глубоко. Причём, понимаете, сидят взрослые дядьки, сидят взрослые чиновники в костюмах, такие с высшим образованием, с приличными достатками, и на полном серьёзе обсуждают, что надо что-то делать срочно с квадроберами. То есть вот у нас, понимаете, проблем больше в государстве вообще никаких нет. У нас с экономикой всё в порядке. У нас специальная военная операция уже закончилась, видимо. Я не знаю, что там происходит. Но на санкции не наложили. Прям всё у нас зашибись. Доходы населения растут, цены падают. Только тему с квадроберами, понимаете, обсуждать. Если посмотреть сейчас конкретно на то, что представляет все это движение, его прям активно так раздувают. Вот эти вот истории, знаешь, рассказывают, что тут мамы, папы. Так нет, это нет. У него детей на поводке. Ты вот как бы скажешь, я потом добавлю. Если такие случаи идиотские есть, то это просто какие-то вопиющие случаи в большой системе просто движения, где подростки носят маски животных, хвосты там и так далее. Их это прикалывает. То есть просто прикалывает. Как знаете, вот в моей молодости, в моей молодости, между прочим, попрошу заметить, когда это было, у нас были популярны разные течения по типу готы, эмо. Металисты, панки. Люди одевали соответствующим образом, слушали соответствующую музыку. Ну, неформалы. Видимо, сейчас любое нетрадиционное, любое выбивающееся из системы, оно должно уничтожаться, потому что оно сразу несет нам какую-то угрозу. Мне кажется, сейчас появилась, знаешь, обратно популярность движения эмо, там, панков, готов. Их тоже бы начали искоренять, в них бы тоже нашли какую-то проблему. Но есть такая история, может быть, господа чиновники не знают, что людям, особенно детям, подросткам, им свойственно самовыражаться. Они ищут себя в этом мире, они очень легко интересуются какими-то разными популярными движениями, пробуют себя в них, и это совершенно нормально. То есть они сейчас два года этим поинтересуются, потом эта активность 100% спадет, как оно и бывает чаще всего. Не надо с этим бороться. Вы зачем это делаете? У вас проблем, что ли, нет никаких больше? Дайте возможность детям выражаться. Никакой опасности, но лично я, может, я, конечно, сильно ошибаюсь, я в этих квадроберах не вижу. А, еще была какая-то история, кстати, тоже в новостях крутили, что девочка, не девочка, несколько девочек, мальчиков, подростков искусали женщину. Ну, ты как бы сейчас... Ну, то есть и конкретно вот эти какие-то вопиющие случаи, искусственные женщины, родители, которые гуляют с детьми на поводках, их раздувают до таких размеров, что все движение, понимаешь, оно такое. И, собственно, немедленно надо бороться с законодательным образом. Да. У нас же должно быть место, может быть, место дискуссии, поэтому я свою позицию... Нашел опасность в квадроберах? Нет, нет, не совсем так. Ну, то есть, смотрите, сейчас будет такая небольшая предыстория. По-моему, летом, именно летом, мы как-то гуляли с дочерью, вот у нас парк построили, значит, и там срезали кусты, и вот на полянках видно, что происходит. Значит, дети, я не знаю, ну, лет, может, 8-9, ну, там девчонки в основном, значит, в ушах там, с хвостами, ну, как бы прыгали, и вот какие-то акробатические истории там происходили. Ну, то есть, пластика, вот они как-то там, вот это все. Я такой прохожу, типа, а дети, ну, прям счастливые, довольные, ведут себя прилично, просто, ну, вот в травке они там что-то делают, типа, я прохожу, говорю, о, типа, просяду, муд, клево, как бы, то есть, такая форма, видимо, гимнастики, ну, я же старорежимный, я же вообще, ну, вот, как бы, типа, вот так. А лето, солнце, дети счастливые, лица довольные, ну, в масках с хвостами, зачем, не знаю, типа, ну, прошел. Вот, это потом, как бы, вот там, спустя какое-то время, значит, я, вы стали, да, в СМИ рассказывать, что это там какие-то квадроберы, я только сейчас стал их правильно называть, для этого у меня были квадробоберы, в общем, я, я даже, я даже, не плохо, квадробоберы, да, у меня, значит, там, почитал, что это, там, японский японец придумал, что это какая-то там форма гимнастики, кем-то она там признана, в общем, чисто, чтобы, ну, слово непонятное, с таким не сталкивался, типа, типа, вот, ну, типа, и ладно. Дальше, конечно, мы начинаем видеть, там, бабушка выгуливает на поводке внука, мама выгуливает на поводке, этого, там, не знаю, сына. Первый у меня вопрос, я когда это вижу, это до какой же степени общество должно было деграднуть, ну, в плане бабушки и мамы, вот реально, чтобы ребенка вести на поводке, сейчас я поясню мысль свою. Значит, дальше, случай, когда там дети бегают, простите, поднимают ногу, как собачка, кусают кого-то и лают, ну, то есть, общество еще сильнее деграднуло, как бы, вот в моем понимании. Поясню, почему. Вот, смотрите, вот мое мнение, оно вообще, ну, как бы, это мое мнение, с ним можно не соглашаться. Ну, я не знаю, если бы мой ребенок пришел и сказал, папа, я бы квадробобер, в общем, я бы ей сказал приблизительно следующую вещь. ты вершина эволюции от маленького комочка слизи, у которого нет органелл, ядра и всего остального, ты проэволюционировала до вершины, у тебя есть высокоорганизованный мозг, который больше никому в живой природе не завезли. Человек, как сказал, по-моему, Чехов, да, нет, это же, это этот островский, как закалялась сталь, Человек звучит гордо. Носить имя Человек, это, это круто, быть человеком круто. Ева Дмитриевна, радуйся, что ты человек, это клёво. Вот, всё. То есть, как бы, мысль была такая. То есть, ну, не знаю, если дома ребенок, я имел некое отношение к воспитанию двух племянниц, если у меня племянницы, когда вот мы жили там, мелкие бегали по дому, на четвереньках изображали кошечек и собачек, да, пожалуйста, тут у них игры такие, они играют в это, они дети. Но выводить ребенка на улицу, грубо говоря, на поводке, и вот дозволять ребенку вести себя как животное, это, по-моему, общество деграднуло просто, ну, реально. То есть, к детям вопросов никаких. Никаких вообще это ребенок. Он формируется, у него там всякие истории в голове, увидел в интернете и так далее. Но здесь же есть взрослые, которые, по-моему, реально просто неадекватны. И это, это какая-то, в общем, дичь просто. Я просто думаю, что в этих случаях они раздуты. То есть, не так же. Я мысль сейчас закончу. Сейчас, подожди, я же тебя не перебивал. Вот. Это, что касается моего отношения, вот, как бы, к этой истории. Ну, то есть, я вам сказал, дети, которые ведут себя прилично, прыгают как... Ну, то есть, а что? Вот они развлекаются, они никому не мешают, они ни на кого не лаят, не бросаются, не кусают. У них какой-то там свой движ париж на солнце. Ведут они себя прилично. Что до них доматываться? Вообще. Ну, бред какой-то. Вообще это не проблема, да? Соответственно, ребенок, который по дому бегает, играет там собачку и кошечку, даже если нас напрягает, что он там лает и мяукает, ну, потому что, там родителям тяжело, он играет, он вырастет и перестанет себя так вести. Ну, он поймет, там люди ходят, там вот это, да? У меня ела так делает, бегает и мяукает. Да, ну, она у меня тоже, как бы, у нас бегает и мяукает, и гавкает. Ну, да, ну, а что? Ну, вот она там, да. Или воет он. У него костюмы с хвостами тоже. А, да, вот там этот бегущий с волками мы посмотрели, вот она вытестала периодически. Ну, потому что волки клевые, там волки, вот девочка-волк, там вся эта история. Вот. И подходя вот к этой, но выносить подобного рода проблему на высокие трибуны, из высоких трибун, это обсуждать, это какая-то история по ту сторону добра и зла вообще. Это просто разговор, типа, мы придумаем проблему и начнем туда бороться. Вы уж меня извините, нужно... А, кстати, ничего нельзя-то. Здравствуйте. А родители ничего не нарушают. А что родители нарушают? Вот если бы... Добросовестное воспитание у них может какое-то... А как это будет доказывать комиссии? Как вот как? Что он на четвереньках у нас ходит? Ну, а по улице... Ну, вот, хорошо. Еще представляет общественную опасность, если кого-то кусает. Вот Виктория Установна вот предложила вполне конкретное все решение. Приходят, значит, эти представители, правоохранительных органов к этим родителям крайне странным, которые вот так себя ведут, у которых дети там изображают... Ну, хотя бы какое-то можно обследование провести на психологическую устойчивость? Может, что-то... Да нет. Вот этих родителей не надо говорить с высоких трибун, надо взять этих родителей, которые все так ведут, и чтобы правоохранительные органы им сказали, вы нормальные вообще. У вас что, фляга свистит, что ли? Заведите себе собаку. И вот, пожалуйста, пусть она делает. Все. И на этом, понимаете, вот, и на этом история закончилась. Вот все эксцессы неадекватышей, ну, найдите вы с этим решением, местам... То есть, это вполне логично. Нормальная беседа с родителями. Если родители не понимают невменяемых, там, штрафануть можно на 500 рублей, или сколько там, это санкция смешная. Ну, проведите работу с конкретно людьми, кто себя так ведет. Не надо превращать это в проблему глобального масштаба, из-за которой Лавров там будет... Ну, вы как? Вы как себе представляете? Глава целого Министерства иностранных дел обсуждает вот это. Ну, он как объяснил, он сказал, ну, мы это не на формальной беседе обсуждали, мы это перед, как бы, я решил спросить. А зачем? Потому что журналисты уже съемку вели в этот момент. А зачем вы? Ну, то есть, вы же понимаете, это что ж политических? Вот, в неформальной беседе, а вы тогда не рассказываете, о чем вы неформальной беседе. Может, вы в неформальной беседе обсуждаете еще, кто какой алкоголь предпочитает и какую рыбу есть любит? Ну, вообще, вот что касается этих одиозных случаев по поводу искусственной женщины и выгоду на поводках, мне кажется, что, не знаю, блин, по стране, а знаешь, какие-то два случая взяли, просто их так растиражировали, так растиражировали. Так СМИ работает, да? Соответственно, что вся эта история стала уж слишком на слуху. И, естественно, там люди какие-то стали возмущаться, и это стало поводом для того, чтобы разным чиновникам вот начать эти темы поднимать. А в целом-то системно, скорее всего, ну, не скорее всего, абсолютно точно системно это движение совершенно безобидное. Ну, если никто никого не кусает, не изображает, что он гадит и не ходит на поводке, как будто он животный. Никогда это не было чем-то странным или там ужасным, пугающим. И в Советском Союзе ставили сценки, где дети играли животных, называли маски, да, там костюмы с хвостами, сейчас то же самое. И детям, в принципе, свойственно притворяться животными, для них это что-то прикольное, особенно если это животные, которые им нравятся. Это... зайчик, мышка там. Как бы ничего для этого, ничего страшного совершенно, в этом нет. Просто действительно здесь вопрос в раздувании проблемы и вынесении ее на государственный уровень, потому что... Ну, потому что надо бороться. Надо в каком-то направлении бороться. Я, понимаешь, я иногда задумываюсь, когда над этим, я пытаюсь понять, это действительно попытка, знаешь, разобраться. Вот они что-то делают, они понимают, что это никак не сказывается на рождаемости, в позитивном ключе, никак не сказывается на каких-то там статистических показателях. Ну, мы же делаем, мы что-то делаем не так, окей, давайте делать еще, делать больше, делать активнее, делать массовее. Как будто они, понимаешь, что они делают не туда. Вот и с квадроберами они борются, и аборт они планируют запретить, и ЛГБТ, признанные экстремистами, террористами, значит запретить. Вроде все сделали, понимаешь, вот все практически сделали, чтобы у нас начали рожать по 10 детей, в семьях, и традиционные ценности воспарили. Все вроде делаем, и не получается. И они как будто, знаешь, пытаются уже найти какую-то причину, вот действительно, а в чем же проблема? Мое мнение немножко другое. Нужно всегда находить инфоповод, придумывать соломенное чучело, доставать меч, отважно его побеждать и рассказывать о том, что ты победил дракона. И чем больше у тебя таких будет фейковых и фриковых побед, тем больше ты создаешь иллюзию в рамках СМИ, что ты победоносный победитель. Никто не хочет слушать про поражение и неудачи, только победа. Предлагаю, предлагаю, что-то из области фантастики. Предлагаю взять, значит, меч и победить нищету, допустим, в России. Как ты, ничего, просто положить его, сломать меч, и сказать, нищета побеждена? Ну, как-то, вот, понимаешь, что-то сделать, вот как с квадроберами они борются, или вот все с ЛГБ... Сейчас мне в голову мысль пришла, ты оценишь. Значит, когда персидский царь, по-моему, дарили, дарили, по-моему, могу ошибаться, а значит, он войска переправлял, поднялся, значит, шторм, и вот эти понтонные мосты раскидала. Он, знаешь, что приказал? Высечь море. Вот, вот это я считаю, вот надо брать пример с великих. Высек, высек. Победил, получается, победил. Попереправились? Да. Ну все, значит, точно победил. Вот. Фракию подчинили себе. Я предлагаю все-таки как-то с этим побороться, да. Ну, я говорю, так-то можно много чего накидать. Можно просто сказать, в нашей стране нищеты нет, тоже победа. Кто проверит? А если ты видишь нищету, ее нет, ты неправильно видишь. Это мне вспоминается замечательный тезис великолепный нашего преподавателя по теории государства и права. Вот сейчас он может быть прозвучит смешно, но на самом деле это грустно. Он говорит, законы, говорит, в стране должен быть один закон из двух статей. Первое, все счастливы. Второе, кто несчастлив, тех лечат, тех лечат. Все. Вот я считаю, что это очень хороший задел к тому, что надо все упразднить и ввести вот так. Просто принудительное лечение, где тебе расскажут, что да нет нищеты. И то, что ты видишь, этого не существует. Ты этого не видишь. Причем мы часто об этом говорим. Для того, чтобы наконец-то разобраться, что такого происходит, что женщины не хотят рожать, достаточно этим господам просто открыть социологические опросы, результаты соцопросов и просто посмотреть, что конкретно говорят женщины, отвечая на вопрос, почему вы не рожаете. Больше ничего не надо делать. Надо спросить у тех, кто рожает, извините. Вы просто посмотрите на результаты опросов и все станет понятно. А из них станет понятно, что из-за недостатка традиционных ценностей, политической нестабильности и прочих принципиально важных, конечно, вещей не рожает просто процент женщин, который можно сравнить со статистической погрешностью. Он там даже процента какого-то не достигает. А подавляющее количество женщин не рожает, потому что есть социально-экономические причины. Проблемы не решены на этом. То есть у них нет жилья, им некуда принести этого ребенка, ну, разве только если на съемную квартиру, что, конечно, никому не хочется. У них недостаточный заработок или в целом в семье недостаточный заработок. У них нет каких-то социальных гарантий, что если они уйдут в отпуск по ходу за ребенком, кто-то будет продолжать их содержать и все будет хорошо и стабильно. Ну, и в конце концов есть проблемы с социальной сферой. То есть это медицина дорогая достаточно, потому что в государственную медицину сейчас невозможно обращаться практически, допустим, в регионах. Надо обязательно идти к платному доктору, чтобы он оказал платные услуги. Или ехать в государственную центр, где качество. Да. И в конце концов этого ребенка нужно не только воспитать, но и дать ему образование тоже очень дорого. Просто собрать ребенка в школу я вообще молчу. Кстати, есть статистика, что, дай бог в памяти не соврать, по-моему, 40% россиян влезли в долги, ну, то есть заняли денег или там микрозаймы взяли, чтобы собрать детей в школу. Ну, о чем мы говорим? И, наконец, когда этот ребенок вырастет, несмотря на то, что вроде бы ему исполнилось 18 лет, ему еще нужно отучиться в ВУЗе. И это прекрасно, если он попал на бюджетное место, а если нет, то будьте готовы выложить там 100 тысяч рублей в год. Проживание, еда, одежда и так далее, 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 и так далее. И де-факто ребенок становится роскошью. Действительно, чем-то очень дорогим, что может потянуть далеко не каждый россиян. И когда вам напрямую в социологических опросах говорят, господа депутаты, мы не рожаем, потому что вот, вот почему. Причем все эти женщины, которые отвечали так на этот вопрос, они говорят, что они хотели бы ребенка. Второго, третьего, они говорят, да, мы хотим, но, да, мы готовы, но. И вместо того, чтобы решать эти проблемы, вы пытаетесь запретить все, что можно. То есть вы пытаетесь создать для женщины условия, чтобы у нее не было возможностей никакие для того, чтобы не рожать. То есть вы пытаетесь запретить ей возможность сделать аборт, вы пытаетесь навязать ей какие-то традиционные ценности, и вы пытаетесь запрещать какие-то движения, которые вообще не имеют совершенно никакого отношения к статистике прожидаемости. Ну, вы перестаньте, пожалуйста, как-то вот страдать, пожалуйста. Я как-то боюсь сейчас грубо выразиться. У нас сейчас обсуждается на проект. Что власть у ругается. На преступление власти. Да, 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 все правильно. Там причем тоже санкции такие достаточно неплохие. Пока не приняли, ну, ты знаешь, примут. У нас, кстати, бывали случаи в законодательстве по дискредитации вооруженных сил, когда выносили приговоры людям, которые совершили преступление еще до того, как этот законопроект был принят. Ну, то есть они посты какие-то выложили до того, как приняли закон о запрете дискредитации вооруженных сил. Все правильно, это длящиеся преступления. Тут вопрос. Ну да. Это нет, с точки зрения юриспруденции, тут... Ну, то есть он должен был удалить пойти сразу. Да, все так, правильно. Потому что вот, грубо говоря, с того момента, как он его опубликовал, до принятия соответствующей нормы, это не было криминализировано. После принятия криминализировано. Стало, пост сохраняется, находится в публичном поле. Он к неограниченному кругу лиц, люди имеют доступ. Это длящиеся преступления, грубо говоря. Оно закончится с моментом его пресечения. Либо правоохранительными органами, либо если лицо само удалит. Таким образом, подытоживая, в общем, прекрасное время мы живем, замечательные тенденции. Будет еще лучше, я уверен. Перестают в нашем государстве. Особенно я сопереживаю женщинам. Дорогие женщины, держитесь. Значит, это великолепно, понимаешь? Женщина загнана в условия, когда она, я не знаю, живет без жилья, ну, основная масса женщин. То есть, там либо ипотека какая-то неподъемная, либо съемное жилье. Получает в регионах копье, и еще на нее давит государство. Простите, пожалуйста, сейчас грубо выскажусь, мразь рожай. Она такая, чего? Вы чего от меня хотите? Вы там совсем с дуба рухнули, что ли? Дорогие женщины, крепитесь, потому что это, конечно, все, что происходит, это совершенно неадекватная история. Мне очень жаль женщин. Особенно жаль женщин, которые, допустим, могут быть матерями-одиночками. Это просто сказка-песня, потому что государство ничего не делает для матерей-одиночек, ничего вообще не дает им. Просто какое-то измывательство над собственным населением, я так считаю. Да нет, ты просто не понимаешь. Ты не понимаешь. Нет, ты действительно не понимаешь. Это не измывательство, это от любви все. От безграничной любви. Просто мы настолько скудны умом, что не можем понять эти формы любви. Наверное, бывает какая-то мазохистская любовь. Ну, нет. Но ты придушиваешь, но с такой любовью. Да, да. Какая-то такая история. Душат любя. Большой любви. Главное – душить медленно, чтобы привыкал. Бьет же, любит. Бьет же, значит, любит. Поэтому всё в русской традиции. Такие вопросы. Всё, ты просто не понимаешь. Ты не преисполнилась традиционных ценностей. Пока ещё нет. Вот ты преисполнишься, приобщишься, и такая сразу поймёшь, и будешь говорить, какое у нас прекрасное, богоспасаемое правительство. Вот я всегда говорю, нам так повезло прям. Ты просто не женщина. Нет, нам всегда повезло. Я не знаю, вот там нам очень повезло. Типа, что вас ещё рожать не заставили. Мы физиологически не можем. Там можно опираться какие-нибудь. А у нас опираться такие запрещены. Зато нас можно мобилизовать, если что. Вполне. В окопах. Женщин тоже можно, если что. Ну, если есть воинская специальность. Да. Такие дела. На сегодня всё. Пишите комментарии. Рассказывайте. Что вы думаете о квадробуберах? Да-да-да. В целом, как вам тенденция? В общем, делитесь своими впечатлениями. Ну, а на сегодня всё. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Ну, и моё традиционное. Читайте хорошие книги. Оставайтесь людьми. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи и удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»